Привет, механики! Мы с вами продолжаем прохождение танк-механик-симулятора. Мы с вами собрали такие танки, как Тигр и КВ-1. И последний танк, который доступен в демо-версии игры, это Шерман. Именно его мы сегодня с вами и будем собирать. Ну и, конечно, сначала мы его с вами будем доставать. Значит, все остальные танки, которые у нас будут появляться в игре, это уже будет после релиза. Обязательно мы с вами к этому моменту вернемся и будем их всех собирать. Так, давайте мы включаем сейчас насос. Выкачиваем отсюда всю эту грязюку. Так, где-то у нас... Вот он. Давай. Давайте еще так же мы включим фонарик, посмотрим, может, где-то вокруг находится оружие. А то в прошлый раз у меня прямо захейтили из-за того, что я его прям проморгал. Ну, я очень надеюсь, очень надеюсь, что сейчас я его увижу. Ну, или наоборот, его здесь просто тупо не будет. Это он? Нет, это просто грязюк какая-то. Не, ну тут, походу, да, здесь действительно, походу, ничего у нас нету. Ну, если я опять проморгал, то, ребята, напишите в комментариях тайм-код. Вдруг вы что-то увидели, а я, наоборот, нет. Так, ну ладно. Да, здесь что-то я больше ничего не вижу. Возьмем сейчас насос, попробуем немножечко подогнать сюда. Во, давайте, тут тоже откачивай это все дело. Шикардосно, шикардосно. Так, слушай, интересно, одну лину сможешь? Нет, вот отсюда еще забрать. Да, смотри, смог. Ну, только единственное, что-то с последним обновлением, шланг как-то стал вот этот... Ну, как-то его как-то не взять из этой ямы. Я не очень понимаю прикола. То есть, как бы в яму он кладется нормально, а вот из ямы уже его не достать. Не понимаю, что это связано, если честно, но... А, вот, смотри, взялся. Во, отходим. Как-то странно у него стал подклад работать. Ну, ладно, пофигу, нам это абсолютно не важно. Смотрим еще раз на... Так уж, наверняка, да? По-моему... Нифигашеньки и нету. Да. Ладно, значит, наша следующая задача. Это будет танк отмыть до 40%. И я обратил внимание, слушай, ну, вроде как... Не совсем он ухайдоханный. Большое количество деталей у него находится прямо на нем. Ходовка, по-моему, даже вообще вся собрана, да? Кроме гусянки. Так, ладно, давай-ка мы тебя отмоем, дружище. Так, достаточно это быстро, в принципе, все пройдет. И знаю, что можно за деньги, но, блин, как-то хочется сначала все самому это делать. Так, отлично. 40-ку мы с вами получили, даже уже более. Слушай, интересно, а есть его... Ну, наверное, 50% его... Хотя... Не, ну, я думаю, можно, наверное, да? Полностью его вообще отмыть здесь, из того, что его виднеется. Ну, да ладно. Это, в принципе, наверное, никак не влияет на все остальное. Вымыли его, теперь загружаем его к нам на трал. И давайте сделаем быстро такой осмотр. Надо только фонарь включить. Вот. Так, что значит у нас по правой стороне? Ну, здесь пару катков у нас не хватает. О, слушай, интересно. А я сейчас могу его, кстати, помыть здесь? Ну-ка. Да, могу. И только не знаю, что нам это даст. Наверное, нифига нам это не даст, да? Просто, наверное, более чистый приедет нам в мастерскую. Хотя они там и так будут стоять чистенькие всем. Ну, да ладно, да, не будем этот лишний раз здесь пылесосить. Так, значит, по ходовке. Здесь у нас, вроде, с этой стороны, ну, более-менее пару комплектов надо будет добавить. Так, кстати, решетки... Решетки нету, выхлопухи нету. Так, здесь ходовка у нас, ну, по-моему, вся, да, пины, все есть. Вот здесь катка у нас не хватает. Ну, и плюс гусянка. Кстати, гусянка есть в некоторых местах, да? Одна, точнее, он. Один тракт. Так, ладно. С мордой у нас что, все хорошо вроде? В принципе... Так он, слушай, он почти что-то целый. Нам чертовски повезло. Мы сделаем до закупки недостающихся запчастей. И я думаю, это будет очень даже недорого. Ладно, все, отправляемся в мастерскую и начинаем его ремонтировать. Вот он наш красавчик. Значит, что мы будем с ним делать? Я все-таки, ребята, предлагаю... Смотри, монтаж танка 80%, да? То есть почти что он все-таки действительно собран. Предлагаю его в нулину полностью разобрать. И в нулину отремонтировать. Чтобы он был максимально крутецкий. Ну, а потом его отправим в музей. Значит, первое, что мы сделаем. Давайте это отстегнем ему башню. И точно так же мы с вами сделаем со стороны двигателя. Так, что у нас по состоянию двигателя? Давай посмотрим сборку. Включим сразу же. И посмотрим, что-то у нас будет подсвечиваться. Так, стартер на месте. Потому что он как бы мелкие вещи. Так, а щуп у нас... Да, тоже на месте. А то они обычно в просвет уходят. Слушай, ну вроде сдвигло все отлично. Ну, тогда мы его начинаем отсюда потихонечку разбирать. Вытаскиваем щуп. Так, вытаскиваем, я сказал, да. Ну, в принципе, все, что мы теперь с вами будем видеть. Все, что успевает отстегиваться, мы с вами просто-напросто убираем. Единственный только нюанс. Вот по поводу покраски. Ой, ты смотри, у нас пару болтов. Так, слушай, есть идея. Есть идея, есть икей, да? Давай, где у нас... Оп. Какой у нас там, по-моему, был второй и... Вот эти, по-моему, да, были два? Этот мы убираем. Этот мы также отстегиваем. А вот это, все остальное, мы просто отвернем сейчас с вами. Для того, чтобы... Не надо было покупать нам заново головку. У нас с вами... А он все останется. Так, с этой стороны окей. Ага, здесь еще три штуки надо отвернуть. Я понял, где у нас эта штучка? Вот. На шуруповер, к сожалению, у меня пока не хватает очков навыков, поэтому... Поэтому все делаем вот таким вот способом. Далее это убираем. Отлично. Так, ну и, наверное, е до конца. Так, сейчас разберем все двигло. Все, что тут, в принципе, у нас есть. Ну, почти что все, да? Так, стартер убрали. И... Крышку. Это все. А, стоп, у нас еще поддон, да? Во. Все, мы его полностью разобрали. У нас у него удаление ржавчины надо сделать. Кстати, стоп, перед тем, как мы сделаем удаление ржавчины, давайте зайдем на склад. Выбираем нашего Шермана. И... Ты смотри. А что это у нас запчасти стали такие вот такого цвета? Непонятно. Так, ладно. На выбрать все. Отправить на ремонт. 2 400. Слушай, ну нормально, да. Где наша машинка для очистки? Вот она. Сейчас двигатель подготовим. Смотри, у нас загорелась теперь пескоструйка. Стоп, это надо, получается, в малярку, тогда за ней будет сгонять. Открываемся. Жалко, две руки, нельзя взять два этих пистолета, да? Сначала один, чтобы не бегать, и второй. Попробуем сейчас опикоструить. Слушай, нормально работает. Это у нас готово. Далее. Давай проверим его сейчас на грунтовку. Я так полагаю, должно тоже все работать у нас, да? Так, грунтовку, смотри. Да, только он не красится. Ну, то есть как будто не становится красным цветом. Ну, и покраску теперь включаем. Да, покраска включена. Слушай, ты смотри, а он стал у нас такого, как новенький стал. Да? Блин, прикольно. Так, слушай, а все остальные запчастюльки у нас, которые сейчас имеются, где наш склад, все готово? Да, все готово, кондишен максимальный. Так, тогда мы с вами занимаемся сейчас уже сборкой. Слушай, такого же состояния, все отличное, да? Шикарно, это просто шикарно. Угу. Ну, раз так все хорошо и здорово, тогда собираем полностью двигло и приступим уже к следующим частям. Так, смотри, у нас здесь болты стали оранжевые, красные. Но они закручиваются, они закручиваются. Да, без всяких проблем. Мне вот что еще интересно, надо ли будет сейчас после этих обновлений, соответственно, после того, как мы собираем двигатель, его как-то красить, подготавливать или же нет. Так, еще, кстати, щуп нельзя забыть. Этот мелкий все время бывает, точнее, про него бывает забываем. Так, сейчас мы проверим. Ну-ка, пескоструйка. А, нет, он полностью законченный двигатель. Да, после ремонта он полностью законченный. Как раз у нас вышло обновление. Сейчас вы видите еще в правом верхнем углу. Там у нас детали какое-то количество, телефонные звонки. То есть сейчас все отображается. Так, с этим мы разобрались. Двигло у нас просто шикардосное. Давайте посмотрим, что у нас в башне. В принципе, ну, здесь вариантов немного. Просто спокойно это все дело начинаем раскрывать, убирать и также отправляем к нам уже на склад для дальнейшего ремонта. Так, здесь у нас по бокам еще есть крепления вот эти, надо отстегнуть их. Ну и саму маску снимаем. Сверху вроде все разобрали. Так, будницу снимаем. Далее, 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 далее. Что у нас там внутри? У нас здесь внутри остались, в принципе, ящики, люки. Так, у нас что такое? Ну, коробка какая-то у нас здесь находится, да? Ну, и сама корзина. Так, ее отстегнули. Все, смотрим, что у нас с вами здесь еще есть. Из того, что можно, в принципе, убрать. Давайте внутрь залезем. Так будет нам, наверное, удобнее. Ага, вот здесь у нас еще подвесы висят. Раз, два и... И, в принципе, все. Да. Кстати, мы забыли вот такой момент еще сделать. Надо зайти вот сюда, вот сюда, сюда и... Так, ну, состояние понятно, что... Состояние двигателя 95%? В смысле? Мы же его полностью отремонтировали. Так, купите достающие детали. Ну-ка, давай-ка мы их возьмем сейчас. А я не понял от этого прикола. То есть, как бы у нас он будет, считай, в 100, но не в 100. Ну, то есть процентов я имею в виду. Смотри, двигатель. Состояние двигателя 95%. Здесь он показывает сотку. Кабель зажигания отсутствует. Хотя странно. А у нас он должен быть уже там внутри. Хм, интересно. Интересно, девки пляшут. Так, ладно, давай дособираем. Сначала, во-первых, что дособираем? Мы его отправим на ремонт. Все то, что мы с вами уже нашли, да? Так, выбрать все. Где у нас детали? Ну, вот они у нас, да? И отправить на ремонт. На 3000 у нас еще это ушло. Так, берем машинку и начинаем уже зачищать саму башню. Ну, здесь, в принципе, на 2 секунды делов-то у нас. Давай, наверное, сразу, знаешь, что сделаем? Мы возьмем и за пескоструем его. Отлично. Так, это пока мы здесь бросим. И забираем сейчас пистолет и с грунтовочкой. Грунтовка включена у нас. Во. Ну, наверное, сразу покрасим его. Шикарно выглядит. Прямо как новенький, да. Так, что у нас там по ремонту? Сколько там прошло времени-то? Готово, не готово? Ну, почти. Почти. Отлично. Все готово. И смотри, сразу все становится уже как после грунтовки. То есть, берем спокойно и красим. Это чертовски классно. Так, режим сбора. И все то же самое, что мы с вами сняли. Теперь обратно ставим на свои места. Это сюда. Это сюда. Ствол. Так, стоп. Вот он. Все-таки вот Шерман, в принципе, с подвеской у нас, да, и с ходовой. Достаточно такой легкий танк в плане ремонта. Ну, после тигров и всех остальных, да. Но вот с башней у него не самый, наверное, удобный вариант для того, чтобы туда забраться. Из-за этой корзины постоянно. То есть, она как бы вот тут не дает туда полностью зайти. Так, что у нас там еще осталось? Здесь у нас пусто. Коробка висит. И вот здесь у нас еще, по-моему, одно свободное местечко было, да? Вон оно просвечивается. Да, ящичек. Вот так вот. Антенна висит. Это и есть, это и есть. Давайте теперь посмотрим как-нибудь это все со стороны. Вот отсюда. Вроде как все на месте, да? А, нет, ну смотри, не совсем еще. Вот теперь точно вроде как все. Да. Значит, это мы с вами можем теперь спокойно брать и красить. Краска включена? Да, краска включена. Шикарно. Ну, отлично, почти все готово. Осталось еще пару штрихов и, как говорится, вуаля. Так, кстати, про антену нельзя забывать точно. Почему она не красится, зараза? А, во. Захватилась, отлично. Так, а что у нас с люком? Люк тоже готов. Так, смотрим, что у нас здесь. Ага, он там у нас еще не хватило чуть-чуть. Теперь вроде почти как все закончено, да? Да. Так, башня у нас готова. Сейчас мы ее только проверим до конца. А, нет, смотри. Люк открываешь и понимаешь то, что еще есть некоторые моменты не готовые. Так, где у нас этот пистолет-то? Юперный, бабай. Что-то я тебя потерял. Ну, а вот ты у нас полезли внутрь и оттуда сейчас будем докрашивать. Вот, раз. И седуха, да, у нас где-то была не готова, по-моему. Или уже все так красилось? Нет, все, с башней готово все у нас. Да, абсолютно. Отлично. Значит, с этим мы с вами разобрались. То же самое теперь мы с вами сделаем с нашим основным кузовом, да? То есть потихонечку все дело разбираем. Так, лестницу, я думаю, наверное, пока вот сюда поставим. Разбираем одну сторону ходовки, потом вторую, третью и так далее. Так, смотри, здесь все зелененькое, здесь никому ничего не мешает. Шикарно, это нам с вами повезло. Это мы убираем. Снимаем поддерживающие катки, потом, в принципе, всю подвеску и нижние катки. Хорошо разбирается, вообще никаких пока проблем нету. Никаких там заржавитостей или каких-то моментов, которые будут там, предположим, мешать снять. Но вот кроме одного места, около коробки у нас здесь кронштейна оси, он придется его, походу, подпиливать. Так, все остальное у нас, в принципе, идет все без всяких проблем. Отлично, эту сторону почти что разобрали. Только есть парочку еще нюансиков. Где у нас эта штучка? Вот она у нас. Сейчас мы здесь немножечко подпилим. Вот этот у нас болт идет минусом. Вот этот. Так, и здесь еще... А, так, стоп, интересно, мы сможем его достать? Он, походу, вместе с другим слетит. А, не, нормально, смотри. Блин, а он весь из деталей слетел, ну ладно. Ничего страшного, докупим, если что. Вот здесь у нас был косяк. И вот тут у нас еще было пару косячков. Первый, второй и вот третий. Все остальное сейчас вручную отвернем, блин, аж заговорился Саряныч. Готово. Так, дальше что у нас с вами идет по съемам? В принципе, наверное, можно спокойно переходить на правую сторону. Да, уже? А давайте, наверное, сразу еще трос снимем. Так, ящик. Нет, ящик это не отсюда. Стоп, не из этой пьесы. Сначала надо убрать динамик. Динамик, фары мелкие. Все эти детальки, которые можно будет случайно пропустить. Так, стой, не сюда. Во, и отлично трос уехал. Ну, на правой стороне делаем то же самое. Снимаем катки, снимаем все моменты, которые, все места, точнее, и все оборудование, которое у нас легко поддается. Ну, а потом уже, если что, подпилим. И понятно, здесь прям придется, походу, много подпиливать. Это мы пропустим. Дальше. Место для топлива у нас нормально снялось. Здесь тоже без никаких проблем. Ну, здесь примерно то же самое. Надо дофига будет подпиливать сейчас. Так, давайте. И с задней стороны у нас то же самое. Так, где у нас она? Вот. Сейчас сразу здесь это все дело поубираем. Здесь у нас получается только один был, где-то был. Это, по-моему, если не ошибаюсь, да? Так, его мы убрали. Все остальное уже спокойно отвинчиваем. Раз, два, три. Шикарно. Так, а это у нас снимается, задняя решетка. Да, выхлоп. Ну, тоже без всяких проблем. Так, здесь надо будет подпиливать, да? Да уж. Здесь. Здесь тоже. Тоже. Да, блин. Слушай, здесь очень много придется подпил делать. Кстати, хотя ладно. Потом. Ну, во. И последний. Отлично. Это мы сняли. Здесь, походу, у нас болтов будет дофигища. Раз, два, три. Смотри, они все пожелтели, как будто бы их можно отвернуть будет, да? А, ну, либо так. Да, либо так. Здесь, походу, придется тоже все это срезать. Нахрен. Новое купим. Ничего страшного. Так, ну, вроде с этой стороны мы все сделали. Все разобрали. Так, еще фару забыл про нее. Сори. Убираем ее тоже. Далее. Давайте-ка, наверное, от коробки все поубираем отсюда. Все эти шестерни. Так, а, кстати, пулемет у нас, по-моему, не было, да? Дальше. Трансмиссию мы отсюда не вытащим. Надо будет немножечко разбирать вот здесь все. Кстати, по-моему, вот насчет двигателя коробок Шерман поинтереснее сделан, чем все остальные танки. То есть здесь как бы такое ощущение, что разработчики сделали таким образом, мол, в одном танке геморрой с подвеской, в другом будет все посложнее с коробкой, в третьем будет все посложнее с торсионами. Там у кого-то торсионы, по-моему, если не ошибаюсь, как раз-таки, хотя нет, да, у тигра как раз-таки проблема вообще полностью со всей ходовкой. Квш, по-моему, беспроблемная, да, у нас была. Через рентгеновское вот это видение, через этот взгляд удобно здесь все это мелочи разбирать, все это отстегивать и, в принципе, таким же образом там будем ратно все это дело соединять. Ну что, все внутренности, которые могли, мы с вами убрали. Осталось убрать еще парочку болтов, которые держат наши эти люки, да, и, в принципе, мы спокойно сможем все дело открыть и достать. Так, мы убираем. Слушай, знаешь, что мне интересно, а запчасти у нас дозакупятся заново или придется вручную их добирать? Я так понял, с обновлением должно все будет сейчас выходить, типа, мол, понятно, туда улетела автоматическая закупь. Сейчас проверим, сейчас посмотрим. То есть, по сути, у нас пару люков отсутствует, да. Кстати, еще вот вопрос интересен, опять же таки, по поводу состояния. Вроде как отремонтировали, вроде как сняли. И даже если мы новую полностью купим хрень, почему он показывает? Не на 100%, я немножечко не понимаю этого прикола. Сейчас посмотрим, ладно, сейчас проверим. Все, танк у нас полностью разобран. Он у нас теперь готов к работам. Значит, что мы делаем? Опять же таки, повторяем все наши действия. Заходим на склад, выбираем. Так, выбрать все, отправить на ремонт. На 9900 еще у нас встал нам ремонт. Но ничего, отлично, кстати, стоп. А еще у нас там по изучениям, по очкам есть еще. Так, мы можем, в принципе, поставить... Так, нам это не надо. Производственный цех позволяет вам создавать новые детали для танков. Для создания любого детали требуется определенное количество запчастей. Ну, давай-ка откроем это улучшение. А, ну, у нас пока это еще недоступно. Все ремонты выполняются быстрее. Количество запчастей, ну, понятно. Ну, не знаю, откручение винтов ускорено на 50%. Слушай, ну, почему бы и нет, кстати, да? Будет намного быстрее все это дело у нас выглядеть и работать. Так, дальше, 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 дальше. Так, 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 где у нас эта штука-то, еперная боевая, во. В принципе, раньше было как? Ты не получал очки действия, да, для исследований. При выемке танка с раскопок. Теперь получаешь каждый раз, когда ты кого-то достаешь по 25 очков. В принципе, выгодно, в принципе, удобно. И фарм становится быстрее. Хотя, если честно, с последними обновлениями разработчики сделали так, что сейчас и ценники поднялись на работы, и время сократилось. То есть, как бы, игра стала более играбельной. Ну, может быть, даже местами казуальной, что ли. А может, даже, наоборот, не казуальной, а просто более правильной, да. Так, это мы зачистили, это мы подготовили. Смотрим, что у нас с вами... А, кстати, слушай, давай, наверное, двигло сразу на место поставим, да? Установить. Так, двигатель поехал. Давай-ка мы вообще пока посмотрим еще состояние. Состояние двигателя 95%. Я не понимаю этого прикола. Я реально его не понимаю. Смотри, теперь все пропало абсолютно, да? У нас все на 100. Почему он пишет 95 вот здесь? С чем это, блин, связано? Так, стоп, это внешний вид башни. Это не туда я посмотрел. Sorry. Во. Кабель зажигания. Он вообще отсутствует. Хм. А, ну, типа, потому что его здесь тупо нету, поэтому... А, ну, он и показывает 95%. Правильно я понял? Ну, наверное, правильно. Ладно, что у нас на складе? На складе, на складе, на складе. У нас, по-моему, уже все готово, да? Да, все готово, вам видно. Ну что ж, тогда начинаем это все теперь дело обратно. Нет, мы только начнем с другой стороны. Мы, наверное, начнем и со внутренностей, да, танка. Сюда забираемся. Ставим все вентиляторы на место. И, в принципе, всю систему охлаждения. Сейчас посмотрим, насколько у нас все законнектится. Так, баки. Первый, второй, третий. А, смотри, люки появились, да? Прикольно. Хотя мы их, вроде, сами спилили. То есть, смотри, они докупились, да? Они дозакупились. А, возможно, даже наоборот. Это выглядело, знаешь, как они дозакупились. Они, скорее всего, когда мы их полностью отпиливаем, они падают в инвентарь и там ремонтируются. Да, скорее всего, наверное, да, вот таким образом все это выглядит. Даже болты такого же цвета остались в тех местах, где мы с вами проводили работу над ними. Теперь мы их открываем, все эти лючки. Так, крышка двигателя откроется? У нас нет. Нет, не откроется. И дособираем все, что у нас тут с вами есть. Так, бак раз, бак два. Крышка, первая и вторая. Заметил, что сейчас нету никакого, нет никакой разницы, там, правая, левая, помните? Поначалу мы на стримах с вами парились, потому что каждая деталь была именно на свою сторону. Теперь, как бы, это все реально упростили. Ну что, все шланги я, вроде как, законнектил. Здесь у нас все отлично работает. Ну-ка, давай-ка я сейчас проверю состояние еще разочек. 95 процентов. Слушай, да, я не знаю, с чем это связано. Я реально не понимаю вот этого прикола. Такое ощущение, что он здесь просто тупо отсутствует, он, да? Заштрихован таким вот образом. Ладно, хорошо. Пусть будет таким образом. Моя существа я на максимум собрал и все сделал. Нам бы сейчас главное коробку правильно собрать, без всяких проблем. И все будет вообще отлично. Хотя здесь, если честно, особо не ошибешься. Смотри, да, действительно, они убрали полностью последовательность. То есть теперь можно штыри и все, что хочешь, втыкать сквозь материал. Ну, странно, странно. Ну, да ладно. Так, дальше шкафчики осталось довесить. И пойдем, наверное, мы с вами уже из кабины дальше. А, нет, стоп, мы еще там кое-что не доделали. По мелочи. Вот, теперь все, да? Да, здесь отлично, все сделали. Так, фиксатор ставим. Ну, что ж, осталось теперь собрать. Осталось собрать теперь только разве что ходовку. Вот здесь у нас все хватает? А, во, подожди, кабель зажигания, не? Стоп. Серьезно? Он здесь просто отсутствует. Ты посмотри, как раз таки он был вычеркнут. Только сейчас я его обратил внимание. Ё-моё. Так, сейчас мы его докупим. Вот он у нас, 29 баксов, да? Правильно. И оставим теперь его вот сюда. Смотри, а он не хочет ставиться. Что за прикол? Так, чтобы произойти монтаж, ага, надо снять его. Сейчас я понял, 5 сек. Так, это мы убираем. Как я его проморгал? Еще так ухожу, не удивляюсь, почему не работает. Так, где у нас он? Где-то, стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот он. Так, кабель зажигания мы поставили. А теперь проверяем состояние двигателя вот на этой штуке. Правильно? Двигатель 100. Все отлично. Блин, нифига себе. Вот это я проглазил. Вот это песец. Ну, не ругайтесь, ребята, сильно. Действительно. Свойственно ошибаться. Так, отлично. Все это мы теперь сделали. Это у нас все готово. Готово, готово, готово. Закрываем, в принципе. И начинаем собирать все наши ходовые. Хотя нет, закрывать мы его еще не будем. Мы, наверное, сначала все соберем. А потом уже после пескоструйки и покраски все это дело закроем. Так, значит что? Ну, сначала идем сверху, в принципе. Потом пойдем поставить катки, держатели. Ну, и уже всю нижнюю часть нашей ходовки. Ну, я сейчас еще подумал. Надо проверить состояние как раз-таки по... Так, топливной системы. Коробка передач 80. Так, ну, у нас она еще не до конца собрана, да? Сотка, башня. Внутреннее состояние башни. Все, как бы башню на 100 собрали. Внешнее состояние тоже. Осталось только несколько деталей. По поводу коробки, кстати, давайте, наверное, может быть, сразу сейчас этот вопрос закроем. Поставим все эти шестерни и проверим, насколько у нас это еще будет все работать. Ну, затягивайся, во. Так, это мы затянули. Дальше давайте, наверное, кронштейны все еще подзатянем. Левый почти готов. Слушай, знаешь, что? Давай-ка, подожди, сейчас посмотрим состояние вот так, с такого места. Ну-ка, заходим сюда, сюда и состояние как передач. Все, соточка, как отлично. Она у нас полностью готова. Хотя бы, дожди, стоп. Чего, блин? Не хватает. А, выхлоп. Надо будет докупить. Кстати, а что надо будет докупать? Так, фару надо будет докупить, воздушный... Хотя мы же вроде это все с вами и так покупали. Мы для этого нажимали кнопку купить. Все, разве нет? Ну, ладно, давайте, в общем, да, не будем отходить от нашего плана. Значит, дособираем, как мы это видим. А потом все эти моменты, которые мы с вами, естественно, пропустили. Ну, может быть, в ряд причин из-за того, что, может, невнимательность дядя Сережа. Либо просто не увидел. О, ты смотри, какая она стала. Вот, огонь. Да? То с вами дозакупим и доустановим. Так, ну что, катки мы вроде с вами все поставили по левой части, да? Давайте теперь накидываем гусянку. Там у нас, по-моему, понизу, да? У нас она идет вся. Закрываем эту сторону и то же самое сделаем по правой стороне. Ну, вот и гусянку собрали. Отлично. Так, стоп, 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 стоп. Давайте сначала еще железо, наверное, тоже сразу донавешиваем. Только я не очень понимаю, почему у меня уже нормального, готового цвета здесь идет железо. Я не очень понял этого прикола. То с катками такая раньше была тема, то теперь... Не знаю, короче, не знаю, что сказать, парни. Без понятия. Хотя у меня запчастей этих и не было. Хотя, с другой стороны, если мы с вами их даже дозакупали, они теоретически у нас должны были идти красного цвета, да? Да. Ну, ладно, окей, может, что-то опять пропустил, но ничего страшного. Главное, чтобы нам танк собрать. Так, эту часть мы собираем и потихонечку переходим на правую сторону. Болты начали чуть булговаться. Приходится заново второй раз уже снимаю и ставлю ее, чтобы они полностью все закрутились. Так, отлично, с этим разобрались. Давайте, наверное, сразу здесь выхлоп повесим. Раз. Хотя, смотри, было написано, что не хватает выхлопа. Хотя мы с вами его полностью докупили. Так, лады, лады, лады. А мы сейчас проверим по анализу танка. Ну-ка, отходим. Смотрим состояние. Так, сотка, сотка. Так, состояние корпуса. Отлично, мы сейчас это еще подготовимся, сделаем. Состояние гусеницы мы это поставим новое. Состояние катков, понятно, здесь в нулях. Так, задняя фара отсутствует. Ну-ка, задняя фара где? Вот это, что ли, у нас получается? Сейчас мы проверим. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, передняя фара. Да, отлично, задняя фара у нас теперь встала на место. Шикарно. Все, дособираем, значит, правую сторону такую же делаем, как и левую. И начинаем все дело красить. Отлично, вроде все сделали, да? Вроде он у нас прямо собран, но прям очень круто. Так, мы сейчас смотрим состояние. Все на 100. Просто все на 100. Шикарно. Даже, кстати, независимо от того, соединена у нас, соединена башня с основным телом или нет. Ну, классно. Тогда просто, получается, красим его и, в принципе, отправляем в мастерскую. Да, кстати, мы его сейчас даже смотрим здесь в табличке справа, да? Все, кроме покраски. Где у нас с вами покраска? Кстати, давайте-ка мы, наверное... Нет, давайте-ка мы этого делать не будем. Давайте мы лучше сделаем здесь, чтобы покрасить на 100%. Что-то я не вижу пистолета, нифига. А куда он делся? Так, где-то тут, наверное, довалялся. Хорошо, ладно, сделаем иначе. Сделаем сброс инструментов. Они должны оказаться на всех, на своих местах. Забираем. Так, это нам не надо... Нет, стоп, нам надо корпус. Да-да-да-да-да-да-да. Надо сначала запискоструить его. На всякий случай, внутри тоже здесь попробуем пройтись где-то. Ну, вдруг какой-то процент у нас не захватится. Но, скорее всего, нам это больше не потребуется. Далее берем пистолет с грунтовкой, добиваем некоторые места и... Потом начинаем все дело красить. Ну, здесь уже, видите, везде требуется просто покраска. Так, переключаем режим покраски и поехали. Здесь единственный такой момент. Очень аккуратно, особенно вот снизу и под этими кожухами все спокойно и правильно закрасить. Иначе как раз-таки можно потерять тот маленький свой процент, который нам будет давать... Точнее, не будет давать получить ровно сто процентов. Слушай, ну, вроде с этой стороны у нас все отлично. Так, да, надо будет потихоньку переходить туда, теперь на ту сторону, да? Хотя давай, наверное, по очередности задницу мы покрасим полностью. И... Давай, кстати, фары нельзя забыть, да? Мелкие, а? Вот так вот их отлично сделали. И начинаем правую сторону фигарить. А, стоп, мы не докрасили? Серьезно? Сори, косяк. Так, я вижу, хлопух у нас не докрашено. Вот, отлично. Пока крашу, кстати, знаете, задумался все-таки. Как бы я мог бы облажаться с двигателем, да? Это был бы просто трэш. Маленького кабеля зажигания бы не хватило, и все. Я бы начал благогнать на игру, думал, опять баги, опять проблема, а? Действительно была проблема в другом. Маленькая невнимательность на маленький кабель зажигания. Так, стоп, вот здесь у нас, по-моему, красным еще, да, засветилось? Вон она, вижу. Не докрасилось. Отлично теперь все. Сейчас пройдем, вот так посмотрим. Да, вроде все отлично, да? Так, давайте с мордой ему все закрасим. И надо еще будет не параллельно успеть погуглить, посмотреть, что там у нас по символике, на технике. Там, по-моему, у нас звезды, да, идут, если не ошибаюсь? Мы посмотрим, где, как правило, они их клеят. Ну и осталось, конечно, только уже внутренности покрасить. И танк у нас с вами готов. Смотрю, что заметил. Короткая передача, пескоструйная обработка нужна. Серьезно? Вот это прикол. Так, ладно. Сейчас докрасим здесь все и вернемся к этому моменту. Ну-ка, где там у нас он был? Вот, пескоструечка пошла. Так, требуется у него грунтовка. Здесь тоже грунтовка у нас идет. Вот, вроде как, все, да? Сейчас проверим, сейчас посмотрим. Будет он вообще, кстати, цвет менять? По-моему, нет, не должен, если не ошибаюсь. Да, нет, не меняет. Просто покраска осталась. Вот, теперь вроде как все точно. Смотрим, соотношение процентов 98. Смотри, 98, что-то где-то я не докрасил. Ладно, сейчас буду искать. Аллилуйя, на суточку. На суточку мы его закрасили. Так, одеваем ему башню обратно на корпус, да? Жбоньк. Шикарно. Далее, нам надо его теперь... Надо теперь вот так, где у нас это находится. Тест драйв, так, нет, не то. Блин. Нет, не осмотр. Это понятно у нас весело в отличном состоянии. А, вот у нас это здесь находится, точно. Так, сюда, сюда. Нет, не внутренности. Да, блин, где-то находится, я забыл. Во, настройки, да. Завести нет. Меню заправки. Во-первых, емкость топлива. Убираем одну. Заправляем. Готово. И вторую заправляем. Готово. Далее. Отсюда мы с вами отходим. Далее заходим сюда-сюда. Так, соточка везде, по-моему, поняли уже. Так, настройка тест драйва. Заправка. Так, топливо есть и масло теперь. Тоже соточка подъехала. Все, все на 100. Шикарно. Это мы сделали. Далее, пойдем-ка, закроем мы крышки сейчас. Вот эти все люки. Раз. Два. Ой, как он, смотри, криво. Я думал, сейчас сломает нахрен его. Далее, пробуем его у тебя завести. Так, у нас завести. Завести, завести. Вот тут. Ну. Порадуй папочку. Надо выключить радио. Дурацкое. Блин. Хорошо рычет. Вот прямо хорошо. Хотя, если честно, какой-то звук, какой-то достаточно плавный, да, у него идет. А у тигра прямо такой был более мощный. Прямо такое ощущение, вот действительно разница в двигателях. Так, ладно. Это мы с вами сделали. Люк мы с вами закрываем, наверное. Да? Закрываем. Наоборот, не разбираем, а закрываем его. А в чем он не хочет его закрывать, интересно? Ни один, ни второй. А, вот этот закрылся, смотри. А этот не хочет закрываться почему-то. В каком состоянии покрасился, в таком состоянии. Ты смотри, что с ним происходит. Ну и хрен с тобой. Будешь какими люками ездить туда. Далее. Мы тебя давайте реглушим. И отправляем к нам в малярочку. Так, не здесь у нас малярочка. Малярочка, малярочка, малярочка. Так, стоп. Вот, переместить танк. Так, малярка, малярка, малярный цех. Значит, сейчас посмотрим, что у нас где находится. Судя по картинкам гугла, сейчас мы посмотрим, какие у нас тут есть звездочки. Вот у нас вот эти есть звезды. А, кстати, стоп. Я просто думал, может звезда в кружке у них находится. Нет, нам нужна вот эта. Так, как мы сейчас тебя будем разворачивать-то. Так, наверное, очень большая. Вот так мы сейчас повернем. У них, получается, идет одна на башне стабильно. Так, это очень большая. Так, поменьше сделаем. Во. Вот сюда одну вешаем. Раз. Аналогично. Вот сюда у нас. Сейчас идет. Вот так повернем ее. Два. Дальше у нас она идет спереди, вот в этом месте. Хотя она либо здесь идет, у них почему-то на картинках в гугле показана, либо вот здесь снизу. Сейчас посмотрим, что у нас, в принципе, как она встанет. Ну, здесь, наверное, не самое удачное место на болтах, на самом деле, как мне кажется. Хотя, опять же, судя по картинкам, у нас идет это прямо вот здесь, прямо под болтом. Как мне здесь поставить, здесь у нас деревянная мешает. Слушай, вот только разве как-то здесь ее повесить. Ну, ладно, давай на болтах ее повесим, да. Все-таки это игра. Не совсем как бы тут есть некие моменты схожие, но ладно. Так, вот сюда у тебя шпандорим. И вроде как все, да? Нет, не совсем все. У нас еще одна маленькая звезда находится вот здесь сзади. Ровно по центру мы сейчас ее нарисуем. Вот так вот. Вот теперь полностью он у нас с вами готов. Так, принять, наклеить, разместить. Смотрим. Слушай, ну, красавчик, да. Что, красивый танк, хорошо сделанный. Отлично отремонтированный. А что у нас там загорелся монитор? А, это радиостанция наша. Вот, ну что, отправляем его теперь в музей. Ну, и он законно занял свое такое музейное место. Блин, классно смотрится, реально классно. Хотя, если честно, очень уже жду скорее релиза, либо релизную версию, чтобы можно было пособирать и поустанавливать к нам в музей, конечно же, наши тэшки. Очень жалко, что их на самом деле на данный момент нету, хотя изначально были, да, но потом разработчик сказал, чтобы, точнее, издатель сказал, чтобы разработчик убрал все танки. Я оставил только три в демо-версии. Все остальные танки на данный момент скрыты. Поэтому как-то вот так вот. Ну что, если понравилась сборка, да, были некие моменты затупости, но мы из них, в принципе, вместе с вами вылезли. То втыкайте ролик у лайкос, если ждете релизной версии и хотите, чтобы мы с вами собирали дальше танки, опять же, поддержите ролик лайком. Ну, а я с вами прощаюсь и до новых встреч, механики. Всем пока!